Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! С вами программа «Семь дней истории». Сегодня мы говорим о мировой художественной культуре. Я Ольга Тугушева, и сегодня мы поговорим об античной художественной бронзе. Субтитры создавал DimaTorzok Среди всех предметов античного художественного ремесла белкофигурным бронзам принадлежит особое место. Статуэтки людей и животных, фигурные пластины, украшавшие ручки сосудов и сами сосуды, треножники и канделябры, несмотря на свои небольшие размеры и часто сугубо бытовое назначение, представляют для нас огромный интерес. В их числе бронза Итрурии, одного из ведущих государств Средиземноморья первого тысячелетия до нашей эры. Бронза была излюбленным материалом итрусских мастеров. В ее обработке они достигли совершенства. Изделия итрусских тарефтов пользовались огромной популярностью не только в самой Итрурии, но и далеко за ее пределами. Среди наиболее ранних памятников этого рода, датируемых VII веком до нашей эры, группа небольших статуэток, изображающих юношей, закутанных в плащи. У них непропорционально большие головы, выступающие носы, крупные глаза. Обобщенная трактовка фигуры дополняется очень детальной проработкой лица. Глаза, ресницы, а также волосы переданы гравировкой и насечками. В VII и VI веках до нашей эры в Итрурии получают распространение фигурки, изображающие воинов. Возможно, это изображение бога войны. Но, скорее всего, подобные статуэтки были приношениями в храмы и святилища, посвященные этому божеству. Итруские мастера охотно украшали бытовую утварь бронзовую, котлы, треножники, канделябры, разнообразные сосуды, миниатюрными фигурками или изображениями, выполненными в высоком рельефе. При этом итруские мастера мастерски использовали позы фигур и животных, побеги растений. Удлиненная фигурка акробата становилась ручкой сосуда. Лапы льва завершали ножки треножника или канделябра. Художественные достижения итруских мастеров оказали огромное влияние на италийских и римских ремесленников, работавших в III-I веках до н.э. Среди памятников, хранящихся в музее, есть немалое число статуэток, созданных италийскими мастерами. К числу лучших из них относится фигурка Геракла, датируемая II веком до н.э. Другое изображение Геракла, держащего на руках своего сына, младенца Телефа, датируется уже I веком н.э. и выполнено римским мастером. Подобные миниатюрные изображения богов, как, например, изображение вооруженного Марса или стреляющего Аполлона, или простых граждан, как статуэтка тучного римлянина, заполняют городские дома и сельские виллы, украшая парадные помещения и внутренние дворики. Заимствуя и воспроизводя греческие образы, римляне нередко наделяют их своими собственными чертами и деталями. Так Меркурий изображается с кошельком, чисто римским атрибутом. Появляются и свои собственные изображения. Лары, покровители перекрестков и домашних алтарей, изображаются в виде танцующего юноши в коротком хитоне и плаще, нередко с какими-то предметами в руках. Многочисленные изделия из бронзы римских мастеров часто носили сугубо бытовое назначение. Изготовляя самые простые функциональные вещи, римские мастера стремились их художественно оформить. Так гири весов нередко делались в форме бюста, подобного бюсту с изображением полуфигуры Меркурия. Два завершения водостока исполнены в виде масок львиц. Все бытовые предметы целесообразны и конструктивны по форме. Эти качества присущи античной, прежде всего, римской художественной промышленности, на что указывал Гёте. «Античные вещи, – писал поэт, – не только разумно и целесообразно сделаны, но при этом отличаются простотой и привлекательностью формы. Так что можно было бы сказать, что они достигают высшей ступени совершенства». С вами была программа «Семь дней истории». Сегодня мы говорили о мировой художественной культуре. Завтра речь пойдет об истории древнего мира. Завтра речь пойдет об истории древнего мира.